Вот это, короче, пацан, ну видно, красавчик. Он трюки умеет делать, он когда вот хочет, он делает трюк, вот и красава. Причины занятия экстримом различны. Для некоторых это необходимость получать предельно острые ощущения, балансировать на грани жизни и смерти. Для других это возможность поддерживать в себе постоянно обостренное ощущение к жизни. В любом случае, истории таких людей без тормозов всегда захватывающе интересны. Именно о них сегодня мы и поговорим. Велосипедный мотокросс или BMX Bicycle Motocross – это одна из дисциплин велосипедного спорта. Для нее используется одноименный тип велосипеда BMX. Пик популярности велоспорта пришелся на конец 60-х, когда в США устраивали соревнования по мотокроссу. Детям и подросткам было запрещено участвовать в нем. Не желая утолить свой интерес, они начали устраивать свои соревнования, максимально приближенные к настоящим. Только трассу и препятствия они делали собственноручно. С этих пор и началась история движения BMX. Этот вид спорта быстро набрал обороты. Зрелищное действие стоило копейки и проходили соревнования, как правило, вблизи от дома. Так, в 70-х появился орган управления велосипедным мотокроссом BMX в США. От января 1993-го BMX был включен в Международный союз велосипедистов. Позже Международный олимпийский комитет включил BMX в программу летних олимпийских игр 2008 года в Пекине. А 28 мая 2011 года Джет Милдон, 24-летний BMX-райдер, установил мировой рекорд, сделав тройной бэкфлип. В настоящее время BMX является одним из самых экстремальных и зрелищных видов спорта, совмещающий в себе специфику мотокросса, сложнейшие трюки спортивной акробатики и циркового искусства. Основная аудитория поклонников BMX приходится на молодых людей не старше 33-35 лет. Я начинал кататься на большом велосипеде. У меня был обычный, самый детский велосипед, то есть как бы там мне было лет 10. И я катался и смотрю, ну ребята во дворе начинают там на заднем колесе как-то ездить. Ну это все проходили. И мне как-то это так понравилось, что я думаю, нет, они там проезжают там 5 метров, я думаю, я пройду 10. Ну и вот так вот, ну когда проехал, все уже такие, нифига себе, вот это ты красавчик. Ну я как-то почувствовал, что я как-то возвышаюсь над ребятами в какой-то степени. Ну как-то мне это лестит. Вот, ну и потом начал точно так же там заниматься, кататься. И понял, что это и новые знакомства какие-то, это производит впечатление на обычных граждан. То есть, ну это довольно-таки интересно, то есть заниматься, это очень сильно закаляет характер. Это не легкий спорт. Вот, это довольно-таки тяжело всему научиться, это через травму, через боль. Но все равно, когда ты уже добиваешься чего-то, научишься там новый трюк, я не знаю, это по ощущениям лучше всяких там, не знаю, наркотиков и всего. Для экстремального велокатания выполнение трюков могут использоваться не только специально оборудованные площадки с препятствиями и трамплинами, но и обычные городские условия. Например, среди любителей уличного боемиксинга особенно популярно катание на гранях перил, уличных парапетах и так далее. Это, пожалуй, основной секрет популярности этого вида спорта. Но не все горожане остаются довольны подобным зрелищем. И поэтому в 2012 году Ставропольские ребята открывают крытый скейт-парк – специальное место, в котором могут собираться райдеры и практиковать свои трюки, никому не мешая. Около года у нас почти ушло на строительство. Вот. Ну и сейчас уже все достроили, запустили. Этот парк мы создавали, как хотели. Игрейщик катается, и мы знали, что... Да, какие фигуры лучше сделать, какой там радиус лучше сделать. И из какого материала их построить. Ну и, в общем, всю эту тему знаем изнутри. Тем более, давно этим занимаемся. По большому счету в боемиксинге отсутствуют какие-либо четкие установленные правила. А успех и профессионализм во многом зависят от личной фантазии, импровизации райдера. Наконец, многие базовые модели боемикс-велосипедов более доступны по цене по сравнению с их стандартными аналогами. Отличается он от любого другого велосипеда тем, что он на самом деле очень маленький и компактный. Также у него усиленная рама. Усиленная она в плане того, что есть косынка на передней трубе и на задней трубе. Еще он отличается тем, что у него маленькие колеса, 20-го диаметра. Это сделано для того, чтобы было более удобно делать трюки. Также у этого велосипеда имеются пластиковые педали. У некоторых таких же велосипедов есть железные педали, но желательно использовать пластиковые, с учетом того, что когда вы, к примеру, срываетесь с какого-нибудь трюка и он у вас не удается, педаль ударит вас по колену или голени. И если это будет железная педаль, то ваша голень очень сильно пострадает. Но если это пластиковые педали, будет не очень больно, а делайте с пару царапинами. А вот так парни разучивают новые трюки. Так как BMX и скейт это очень травмоопасные виды спорта, мы решили придумать специальные, так скажем, устройства для оттачивания трюков. Это тот же самый велосипед, он ничем не отличается от обычного, просто здесь вместо колес специальные мягкие валики, которые помогают не порвать батут. Ну и, собственно говоря, здесь можно учиться вообще без травм любые трюки. Например, вот так. Помимо BMX в экстрим парке довольно много скейтеров. Эти ребята также выполняют трюки на колесах, но не на двух, а четырех. Скейтбординг зародился в Калифорнии еще в конце 30-х годов. Первыми скейтами были ящики и доски с прикрепленными колесами. Такую альтернативу придумали серфингисты своим водным доскам, чтобы гонять по побережью во время отсутствия волн. Конечно, со временем появилось множество стилей катания. Скейты претерпели много видоизменений, прежде чем приобрели вид, в котором находятся сегодня. Доски Выбрать по размеру от 8, 8,2 они идут размеры. Подвески, не знаю, как из чего, титановые подвески, облегченные. Колеса там 53 мм, чтобы ездить у нас по нашему асфальту, по нашей плитке. Ну, чем больше колесо, там от 53-54 мм, чтобы нормально ездить было. Подшипники керамические. Ну, и сверху наждачка клеится просто, ну, специальная. Коля катается на доске 9 лет. Его можно назвать профессионалом в этой области. Но каждый раз, говорит парень, когда становишься на скейт, в голову приходят идеи все новых и новых трюков. В этот момент о своих земных и бытовых проблемах забываешь, ты сосредоточен только на выполнении задуманного. Я не очень люблю соревнования, ну, и сам скейтбординг, это не суть в том, что как ты там откатаешься, там, как ты, ну, соревнования, это как бы просто так дополнение, развлечение. А сама суть катания, ну, просто как, ну, как что-то ты придумаешь, как рисунок. И так же придумаешь трюк, и едешь там, если придумал трюк какой-то, и он там за 300 км от твоего города, ты все равно едешь, чтобы это сделать. Ну, как бы вот в этом вся суть. Если втянуться в это, ты начинаешь ездить по городам, снимать трюки для своего видео, общаться с новыми людьми, как по всей России, может, даже за Россией. Везде друзья, новые общения, новые места. Совсем недавно для себя открыли экстрим-спорт Иваня с Андреем. Им всего по 12 лет, и они катаются на самокатах около полугода. С остальными парнями в скейтпарке отлично находят общий язык, несмотря на разницу в возрасте. В этом месте возраст не главное, главное то, как ты катаешься и что может показать. А эти ребята уже освоили немало трюков. Я жил в доме, у меня мама попросила вынести мусор. Я пошел выносить мусор и увидел скейтпарк первый. Подошел к нему и начал разглядывать. Там много катались мальчиков. Мне это понравилось, я потом с некоторыми познакомился. И потом Андрей тоже заказал самокат и начал кататься. Сегодня многие ровесники этих ребят совсем не разделяют их увлечений, предпочитая активному образу жизни и экстриму компьютерные игры. Но ребята в своем выборе уверены. Компьютер – это не самая лучшая вещь, на которую стоит потратить свою жизнь или даже в некоторые промежутки времени. Наверное, те люди, которые за компьютером, они сидят целыми днями, они не могут испытать этого ощущения, когда, например, ты гуляешь с друзьями или катаешься на самокате, на скейте. Страх – это врожденное качество, предостерегающее человека от опасности. Недавно ученые обнаружили еще одно свойство страха. Оказалось, что в небольших дозах он способствует продлению жизни. То есть нам необходима внутренняя подпитка организма адреналином, который выбрасывается в кровь только во время волнений. Наверное, это основной ответ на вопрос, почему и для чего люди занимаются экстримом. Вот это ощущение, когда ты что-то не умел и вдруг научился это делать. Не знаю, как объяснить, но нужно попробовать, чтобы понять. Получаешь такое сильное чувство, когда ты делаешь любой трюк. Беру велосипед, мне это очень нравится. Я просто забываю обо всем. У тебя только мысли о том, как здесь трюк или ты упал, тебе больно. Я выбрал для себя единственное, а только кататься, и мне ничего в жизни так не интересного. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok